Прокуратура Ивановской области занимается мониторингом цен на основные продукты питания. На заседании межведомственной рабочей группы выяснили, что в этом году подорожало больше всего. В целом, картина не такая уж и плохая. Практически на все наблюдаемые продукты питания потребительские цены были ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу. В сфере ценообразования прокурорским проверкам в текущем году нарушений предельно допустимых торговых надбавок не выявлено по области. Хотя мы сами видим, что цены растут. И растут они прежде всего из-за чего? Из-за того, что отпускная цена предприятий-производителей повышается. И если верить статистике, мясоеды роста цен и вовсе не ощутили. С говядиной и свининой все довольно стабильно. И даже африканская чума свиней не приведет к колебаниям стоимости. В течение года цены на мясо коров и свинины менялись незначительно. Сельхозпроизводители реализовывали мясо говядины от 140 до 160 рублей. В ноябре произошло снижение цен на 9,4%. Свинины второй категории от 130 до 150 рублей. С начала года повышение цены на 1,6%. Правда, уже совсем скоро подорожает все и сразу, как обычно и бывает перед праздниками. Явление это ежегодное и, к счастью, временное. А вот цены на хлеб и мясо коров повышались в течение всего года. Цены на хлеб, ржаный пшеничный, стали расти с апреля текущего года. Ежемесячно увеличилась цена где-то на рубль. В августе-сентябре рост цен стал более полутора рублей. Отмечаю, что в сентябре отмечил скачок цен на муку пшеничную. Цены на муку выросли более чем на 4 рубля. Значительный рост цен в текущем году произошел на мясо кур. С июня по октябрь цены на дальний вид мяса увеличились ежемесячно от 3 до 7,8 рубля. Почему так стремительно дорожает хлеб, покажут прокурорские проверки. В первом полугодии 2013 года сотрудники этого надзорного органа отправятся на хлебокомбинаты и выяснят все тонкости формирования цен на этот продукт. Продолжение следует...